Поездка в общественном транспорте для жительницы Сарова оказалась дороже, чем обычно. Путь от Вечного Огня до рынка АСС обошелся ей в 800 рублей. Об этом позаботились карманники. Данная гражданка зашла в маршрутное такси, в котором было очень большое скопление людей, в том числе и стоящих. Расплатилась с водителем и кошелек положила в пакет сверху. Пакет был частично заполнен. Позже, когда народу стало поменьше, гражданке появилась возможность присесть. Она проверила. В пакете кошелька уже не было. Еще один гражданин лишился своих денег из-за пристрастия к спиртным напиткам. Один из посетителей заведения с древним римским названием увел у подвыпившего мужчины кредитную карточку и отправился с ней по магазинам. Неустановленное лицо. Снялась его карта 11 700 рублей. Путем, ну знаете, да, вот прикладывания, если операция меньше 1000 рублей. 15 раз он воспользовался картой, покупая в основном спиртное в продуктовых магазинах. В ходе оперативно-рыскных мероприятий лицо установлено. На дорогах города на прошедшей неделе случилось 12 ДТП. В трех из них пострадали люди. В одном случае пострадал пешеход, переходивший дорогу по зебре. Во втором сам виновник ДТП. На улице Харитона под колеса машины попал велосипедист. Водитель, 76-го года рождения, управляет машиной шевеления Нива. На нерегулируемой перекрестке неразначных дорог Харитона-Ленина, двигаясь по второстепенной дороге, по Харитону со стороны, по объездной он ехал. Совершил наезд на велосипедиста, 58-го года рождения, который двигался по проспекту Ленина с левым поворотом на Харитона, по главной дороге на велосипеде Форвард-Хейспер. Как итог, у велосипедиста сотрясение головного мозга и другие травмы. После осмотра врачом был госпитализирован в травматологическое отделение КБ-50. Кирилл Осенин, Владимир Лисик, Александр Марьков. Служба новостей Саров-24.